И всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Patch Incorporated, на связи с вами Вескер. И сегодня мы с вами продолжаем прохождение Shadow of Tomb Raider, Лара Крофт, Расхитительница Гробниц. У вас сегодня вторник, предыдущий эпизод был записан вместе с предыдущими эпизодами. Одновременно... А, сейчас мы записываем новую линейку, новую линеечку. Ребят, всем еще раз спасибо, кто смотрит, кто поддерживает, кто пишет комментарии к шортсам. Реально, большое спасибо всем за поддержку. Хотя, я смотрю, сейчас почему-то всех больше интересует Соник. Но надеюсь, что Shadow of Tomb Raider вам тоже очень интересно. Так что не стесняйтесь писать на эту тематику, буду очень признателен каждому. Так, ну пока, кстати, давайте сейчас глянем. Посмотрим, что у нас там. Торговцы, заглядывайте к торговцам, чтобы найти ценные предметы, такие как костюмы и улучшения для оружия. Ну да, да-да-да-да-да-да-да-да. Кстати, был последний комментарий у нас по Ларе, правда, к шортсу, но все же. Написал HXRRICXNE, если что, вот. Вот-вот-вот-вот, вот видите. Вот, показываю, показываю. А то мало ли скажешь, что такого не существует. А вот, но существует такой человек. У нас подписчик. Спрашивает, почему улыбка Ларе такая прикольная? Потому что же она же рада Зеону. Она наконец-то смогла его свести с девушкой. Почему же еще нет? Ой, ну, формально я там написал, потому что она рада, что Зеону и его личную жизнь. Ну, реально, Зеону надо радоваться. Он же смог в глуши Амазонки найти себе хороший перепихон. Да. Кстати, сегодня монтировал как раз-таки предыдущий эпизод. Мы остановились на данном месте. И знаете, что забавное? У меня почему-то еще половина... Нет места. Ничего не могу. И половина материала это... Нет места. Ничего не могу. Могу взять. Могу взять. И половина материала это... Как это сказать? Да. Половина видео оказалось черным. То есть... Нет. Все видео кон... Ну, так вот черным буквально. А видео все вместилось, плюс еще кусок черного дополнительного. Будто там что-то еще должно было быть. Нет, эпизод самый нормальный вышел. Хороший. Так, главное... Так, теперь давай лись. Давай, Ларочка. Ларуся. Это забрать. Мне получается туда, да? Или не туда? Так, а куда мне? Так, мне туда. Все, вопрос решен. А... Незаметно. Это знаете, как... Не базальт. Скорее, как... Мелковые... Отложения. Мелковые... Мелковые отложения. Не кажется, что у меня это есть. Ладно, идемте вперед. Честно говоря, я не помню, чем закончилось это дело. Я же говорю... Я же потом еще перемонтировать на... 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 Вчера. Эпизод-то. А че так медленно? Так... Я хотел сделать фотку. Ты же был в подземной реке. Черт. А вообще реально... Что им мешало взять топор и сломать гребаные колья? Они же из дерева. А можно двигаться тоже? Она куда-то ушла в сторону. И пропустил тут много всего. Так, это собери. Так, это смастери. Это... А, это тоже... Это он... Какой-нибудь... Так, я вот так немножко поставлю в интеллятор. Он сдувает мне тут на притре. О! Второй лагерь. Красота. У меня нет столько места. У тебя все есть. У меня нет столько места. Будет какой-нибудь комментарий, мискрофт? Мы как бы далеко прошли. Какое-нибудь напутствие. Везде либо три, либо один. Тут два. В принципе, прокачивать нечего. Идемте дальше. Тут, наверное, некое испытание есть. Забавно, знаете, что... Я реально поначалу находил испытания. Сейчас их вообще не замечаю. Так. Может быть, они реально есть? Мне... Спасибо. Я в курсе про бросок ледорога. Нет, нет. Если что, здесь никого монтажа не было. Она чисто сейчас резко повернулась. Ничего не могу взять. О, может, я попаду? Извините. Не мог не попробовать. Ну, забавно бы выглядело. Так, ладно. Бросок ледорога, да? Спокойно. Спокойно. Не брехти мне тут. Ты подтянуться можешь? Нет, не может. Ладно. Так, давай-ка раскачиваемся. Жалко, что она не может тянуться здесь. Ну, это понятное дело. Она сейчас раскачается слишком. А это тут хороший кадр выйдет. Рядом очень хороший. Я хочу это зафоткать. Давай-давай-давай-давай-давай. Есть-есть-есть-есть-есть-есть-есть-есть. Не могте попробовать. Рядом хороший кадр. Да, я люблю издеваться над последней версией Ларк-Рофф. Не осуждайте меня. Любой фанат Томбрейдер это делает. Чёрт! Как ты? Чёрт! Кстати, забавно. Замините, сколько здесь отломленных таких вот. Ну, спокойно. Не бректи мне тут. Давай. Ты чё ты норишь-то? Ты уже на месте. Давай, залезай. Надо быть осторожней. Чё ты осторожней? Надо быть осторожней. Ты добралась. Тебя никто не стреляет. Рядом... А ветря такая красивая. Такая красота. Так, а я хотел туда прыгать. Ладно. Да ладно. Эй! Ну, ещё один красивый кадр. Чё бы нет. Да начнём. Теперь любопытно. Я бы дошёл до точку чекпоина. Вроде бы. Вроде бы и нет. Способ к верёвке. Я нажал, кстати, на спуск к верёвке. Я что-то не работаю. Получив урон... Ну, спасибо. Хоть на полпути. Так. Здесь оставаться нельзя. Здесь оставаться нельзя. Так, давай-ка, Ларуся. Так. О-о-о-о. Сейчас рухнет. Сейчас рухнет. А за что... Повезло. А, там ещё один был. Повезло. Видите, они по соседству. Прям вот это были рядом. Она зацепилась там за что-то. Реально повезло. Я уже тут сейчас придётся перебегать куда-нибудь. Так. Нырянья. А плюс Б. Хороший классический ларин прыжок. Тут нету грей. Нет, всё чистенько. Всё чистенько, всё спокойненько. Так, мне куда? Мне туда. Но тут золото есть. Так, сначала золото. Давай, отрывай. Молодец. Надо изучить местность. Мало ли, может, что интересненького тут есть. А я не вижу. К примеру, вот. Нам туда. Но здесь же есть отступ. Так ведь? А для чего он? Только, наверное, чтобы прятаться. Значит, нам сюда нужно будет возвращаться. То есть мы в эту пищевку ещё вернёмся. Я чую. Не раз. Так, я тут на всякий случай перепроверю. Мало ли, может, здесь стоит какой-то. Кстати, ничего не проверяю пока. А там что-то нихрена нет. То есть есть кусты, чтобы прятаться, но более ничего нет. Брэд какой-то это. Давай, залезай. Отлично. Отлично. Вот это слишком красивый кадр. Так, Лара, вот так давай повернись. Вы меня правильно поняли. Время фоторежима. Так, нет, понятное дело. Так. Так. Вот видите, уже как проседает. Только из-за того, что я поставил на максимальную графику. Вроде бы хорошо с одной стороны. А по факту... Вот это хорошо вроде в голову ходит. Так. Давайте подберём ей анимацию. Озорно едет. Тут неплохое. Неплохо. О! Беру. Вот это мне нравится. Так. Так, теперь нужно с мимикой убраться. Во! Идеально. Вот это давайте возьмём. Хорош кадр. Да, я это, конечно, использую. Эти кадры для создания арт-заставок. По-моему, больше всё-таки у нас с анимационных скетчей, конечно. Но всё-таки есть... Такие. Поэтому почему бы и нет? Почему бы не воспользоваться возможностью? Так. О! Вот это мне очень нравится. Мне очень нравится свет солнца. Посмотрите, какая красота. Фильтр такой естественный, такой живой. А здесь очень хорошо выходит растение. Это такой более приглушённый, тенистый свет. Всё. Меня устраивает. Так, теперь вернём сейчас обратно. Это был единственный раз, когда я такое делаю. Потому что всё-таки я в большей степени... Я осознал, что я в большинстве своём применяю из... Кат-сцен. К сожалению. А может, к счастью. Потому что здесь реально красивые кат-сцены. Я не могу с этим поспорить. А они мне нравятся. Так, давай определяться. Но всё-таки кадр хороший. Мне нравится. Так, давай, чтобы отказать. Золоте себе. Давай, добывай. Молодец. Остальное всё травой, травой, травушкой, кировушкой, да? Так, быстренько осмотрюсь. На наличие, может, что-то вкусного съесть снова. Ну, вот сделать чисто вот такой вот... Так, я немножко не понимаю. Вот смысл было делать такой вот заплыл здесь. Нет, я понимаю, там может декорать, чтобы тут отвлеклись. Немножко странно, конечно. Ну, ладно. О, не говорит, что опять гепарды. Человеческие достанки... Верный признак. Так. Кажется, я его нашла. Тайный город. Кажется, я его нашла. Попробую отыскать змея с серебряным глазом. Попробую отыскать змея с серебряным глазом. Да вроде не похоже на змея с серебряным глазом. Вот так провер... Да, знаю, сейчас скажу. Лучше использовать стрелы. Ну, есть такое. Я тут немножко проплююсь. Могу себе позволить. Нет места. Ничего не могу взять. Нет места. Ничего не могу взять. Тут еще прятаться надо. О, а ты что такое? А, это заяц. Мне казалось, какая-то сумчатая. Я подумал, какой черт они здесь не водятся. Но казалось, что может. Так, а тут... Тайная дверь. О. Это копивара? Мне как бы туда идти надо. Поэтому туда я пока не суюсь. Я сначала изучу зону. Нет снаряжения для дальнейшего. Прохождение требуется... ЖУМАРА. Интересно. Мне требуется какой-то ЖУМАРА. Так, а тут, скорее всего, я приду сюда, да? Тут, на удивление, очень много всего. Я полагаю, мне сюда и надо будет потом. Но пока у меня ничего нету. Так, давайте посмотрим по карте. Что это за место? Да, здесь зона обитания волков. Можешь сплавать, посмотреть. Да, у них тут запретный город. Но кто сказал, что я не могу чисто сходить посмотреть хотя бы? Хотя бы убедиться. О, вот тут есть что-то сверкать, я увидел. Во! А, нет. Казалось, что это рюкзак следователя. Ну, визуально выглядит очень похоже. У меня нет столько места. Да ладно, нет места. У меня нет столько места. Все, теперь есть. Теперь можешь забирать. Так, вглубь я пока не лезу туда. Сейчас, скорее всего, я так полагаю, нужно найти. Так, это забрали. Лекарства не трогаю. А вот жила мне нужна. Так, давай поддыхаем. И посмотрим, что здесь у нас. Так, тут есть один проход. Есть пара лекарственных трав. Но я не вижу, почему здесь прицепиться. Прицепиться мне нужно. Здесь обход. Лекарства. Походу, мне тут придется от местных, я так полагаю, убегать. Учитываю, что тут еще и валяется очень много стрел и всего остального. Шкуры. Эй. Шкуры. О. На следе поступает. Ну, уже хорошая новость. Ладно. Да, мне скажут, что не надо этого делать. Но, во-первых, нужны ресурсы на все. Всегда. Везде. Так, это откройка. Золото. Бергамеш. Черный порох. Черный порох используется для создания патронов. Подробности в памятке. Примитивное горючее вещество, которое можно найти в поселениях людей, используется для создания взрывной амуниции и улучшения оружия. Не более, не менее. Так, мне как бы туда надо. А я не хочу пока туда лезть лишний раз. Я понимаю, чем это чревато. Если кто не понимает, чем это чревато, это чревато смертью. Вот видите, сколько зон. Нет места. Ничего не могу взять. Нет места. У тебя вообще не на что есть место. Так. Ну ладно, я хотя бы тут на вершине. Уже могу успокоить. Что там? А, это кусты. А, я могу тут... А, вот этого я не заметил. А, теперь я знаю, откуда мне целиться. Полет кондора. Я не просто так все это дело изучаю, ребят. Я понимаю, возможно, это путь обратно. Но если это не обратный путь, то я буду рад его пройти сейчас. Потому что мы будем знать, как здесь делать. Может, здесь какое-то сокровище. Да ладно, вообще не унесу. Больше я не унесу. Ныряние. Это, скорее всего, для ныряния на ужин. Так, а вот это что за бестичка? Склеп. О, видите, не зря зашли. Может, найдем сейчас... О! Красота-то какая! Сразу встречает меня. Иди сюда. Примитивная глупая ловушка. Но зато мы склепи. Ну, вроде там глубоко. Хочешь проверить? Ну, вроде там глубоко. Там есть выход вроде бы. Но проверять я не хочу. Так, ну это короткий путь. Значит, надо идти... О, здрасте. А чего они засетились у нас? Кто вы у нас будете? По-моему, Кечуа. Пусть Чуки сошьет нам рубахи из тончайшей шерсти. Пусть Чуки сошьет нам рубахи из тончайшей шерсти. Когда мы окажемся в ином мире. Красота Чубака из звездных войн стал официальным богом Кечуа. Ну, нет, ладно, я немножко смеюсь. Я понимаю, что это другое божество, но все же. Само по себе, описание забавное. Золото... Ребят, спасибо за подписку. Я же вроде все выключил. Ребят, если что, вы сейчас слышали, как на наш канал сейчас подписались. Я, когда записываю лару, обычно выключаю данный шерсти. Но, видимо, звук как-то прошел. Добро пожаловать на канал. На ближайшем стриме, а это, скорее всего, воскресенье, период Майнкрафта, вы увидите, кто это был. Потому что я покажу его первым. Но, респект за подписку. Спасибо, пожалуйста. Большое спасибо. У меня даже сейчас благорозер выключен. Я не могу сказать даже, кто подписался. Хотя, может быть, могу сейчас через телефон быстренько глянуть. У меня же вроде есть данный шерсти на телефоне. А может, у тебя нет, я уже не помню. Может, я его удалял. Так, сейчас быстренько глянем. Так. Тык-тык-тык-тык-тык. ДНС, ДНС, ДНС. Нет, его нету. Значит, я имею в виду на телефоне, чтобы посмотреть-то. Ладно, вот так вот, видите. Здрасте. Так. О. Здесь уже ниже. Были выше. Я вижу только что-то про нефрит. Я вижу только что-то про нефрит. Ну, да. Здесь бальзамированием занимались труппиков, но она видит что-то про нефрит. Молодец, Лара. Это что-то вроде Панигерика тем, кто здесь похоронен. Это что-то вроде Панигерика тем, кто здесь похоронен. И ничего более. Ну, теперь мне точно прыгать, да? Ну, ладно. Давай. А. Здрасте. Ух ты. Тут целые статуи. Так, вот это вообще и бабы надарить. Здесь-ка. А. Дэшись-ка. Тут очень красиво. Красота-то какая. Так, вот там что-то сияет. Смотрите, где-то здесь я это видел. Извините, отвлекли меня сейчас немножко. Ну, там уж, я все-таки жду. Одного звонка, но не по делу, не позвонили. Ну, коль уж отвлекают, но отвлекают всех в хорошем смысле и в плохом, наверное, тоже. А то что... Ладно, не в первый раз, как говорится, за этот эпизод. Так, ладно, давай отпускаемся ниже. Посмотрим, что да как с чем я... Так, ясно, нам сюда. Что еще... Ага, вот она где. Сейчас фотки делал красиво, мне понравилось. Надеюсь, получилось сделать хорошую фотку. Но не всегда реагируют логами. А то я говорю, что здесь что-то было. Так. Ясно. Всплываем сейчас. Еще раз подышим, потому что, черт знает, может там опять будут гираньи. Отдышалась, молодец. А так дергается. О, тут похлеще. Воздушный карман, давай, дыши. Как ярко. Так. Ну, тут вроде бы относительно безопасно. О, вот сюда надо. Так, она сейчас задыхается. У меня жестко вибрируют на такие моменты, когда она начинает дергаться. Так, тут что у нас? Вот что-то новенькое. Это царь и царица Миктлана, главного подземного мира в мифологии ацтеков. Миктлан Тикутли был главным из богов, имевших отношение к смерти. Это царь и царица Миктлана, главного подземного мира в мифологии ацтеков. Он заботился о душах умерших. Миктлан Тикутли был главным из богов, имевших отношение к смерти. Руководила праздниками в честь ушелших, на смену которым пришел современный день мертвых. Он заботился о душах умерших. Его жена, Миктлия Кокуатль, руководила праздниками в честь усопших, на смену которым пришел современный День Мертвых. Но здесь у них не все, у них тут целые проходы есть какие-то, так давай-ка плыви сюда и подыши, а тут еще какой-то проход, не верно, так куда ввели? Так, это выход, значит нам туда пока что. Я бы там прошелся бы сейчас бы сразу, но я не уверен стоит ли. Она так красиво дышит, давай еще раз. Да, у вас немножко проседает, но я тоже делаю скриншот по-другому. Красиво, мне вот это нравится. Здесь все сокровлено, да? Карта обновлена. Так, я ухожу. А значит то, что я нашел там, это скорее всего ужас. Нереально, больше я не унесу. Так. Нереально, больше я не унесу. Так темно. Дайте я у вас лучше посмотрю. Да, вот с вашей стороны выглядит куда спокойнее. Красивее. Так. Вот я что-то ту лестницу бы заметил бы. Вот то, что я искала. Ну вот он где. Ну давай. Вот то, что я искала. Тимикона и Матайя осталась мертвой, поэтому навряд ли кого-то воскресим. Сапоги манка. Я думал мне какой-то нормальный вещь дадут. Ну, как всегда, нет. У меня нет столько места. А, ты уже вообще все переделывала. Покой мертвых. Разграть и четыре дрели склепа пойти. О, вот оно достижение, которое здесь есть. У меня нет столько места. А я жаловался, что я ничего не нахожу. А нет нахожу. Это... Это мумии. Я думал, это статуя, это мумии. Ничего не буду. Показал, что, бля, я зашел. Нереально. Больше я не унесу. Так, минутку. Это выход. Нереально. Больше я не унесу. Так, это я знаю, куда выход. Значит, получается, там было что-то другое. Там было что-то другое, значит. Как я... Ну, ладно. Я-то не возражаю. Перепроверь, почему бы и нет. Давай, плывем, Кроу. Ты можешь там пройти? И... По этому коридору. Плотнули. Так, товарищи усопшие, пропустите нас, пожалуйста. Они так стоят. Так, нам вот сюда дальше. Они-то, кстати, хорошо, филигранно сделали статуи. Вообще, будто здесь... Ну, если не окаменевали, может быть, не горгонон, то хотя бы что-то странное точно было. О, вот это полезная вещь. Оп-ля. Ну, я так на следующий случай смотрю. Мало ли, может, что-то новенькое появилось. Но нет. Оно, если что, и обновило, то только вот часть вот этой секции... Кстати, вот я теперь вижу тут еще один храмчик. Фреска. Документ. Так, а где мы с вами проходили-то? Мы сейчас здесь. То есть я даже вот до сюда еще не добрался. Но они открыли мне часть локации. И очень много чего. А это вообще еще не изучено. Другой могу изучить. То есть тут много чего интересного. Но мне нужно попасть в город. Так, где я? Так, я ничего не вижу. Подождите. Тут вообще есть какой-то проход. Так, ладно, подожди, Лара, всплывай. Ты фонарь можешь свою включить, пожалуйста? Либо так, либо я сюда упаду. В общем, странная пища какая-то. Вроде бы затоплено, а вроде бы и нет. Ну ладно, мы это вместо разг... Не точно его разграбил? Ну, вроде я его разграбил. Ничего я больше здесь не нашел интересного. Ну вот забавно. Они так стоят, как Оскар. Аллея Оскара. А что если именно... Эта народность изобрела Оскар. И так продвигает свою культу. Кстати, это интересная теория заговора. Кто так тоже считает, предлагаете ваши варианты. Но здесь забавно, что тут еще и другие проходы перекрыты. Надо запомнить про это. Но я могу и забыть, знать себя. Это было бы неудивительно. Неудивительно. Вот это я могу сбить? Нет. Ну я бы проверить. Извините, но что-то зачесался. А вот все-таки проклятие с Геншим Пакт... Чуть сокровище. У меня перенеслось сюда. Ну и ладно. Я знаю, что тут есть какой-то склеп. И как только я получу какую-то плюшку. Мы его еще раз сюда вернемся и изучим. Там реально целые открытые зоны. Я уверен, что нам сюда нужно будет еще как-нибудь по заданию. Но не может быть такого, чтобы нас сюда бы не засунули. Серьезно? Ты это все, что можешь сказать? Больше ничего нету? Маленькая укромная скромная пещерка. Такая деревня. Мы уже видели такие здесь. Поэтому, кстати, они так сильно и не заполняют все необходимые. Так, давайте осмотрим все остальное. Так, вот тут я вроде был с этой стороны. Да, я сюда заходил. Так, мой топографический кретинизм сходит на нет. Это хорошо. Ну, а теперь идем смотреть, как кто-то там торопится. Я говорю, видите, как хорошо заходит. Там девушки звонутся, да? Почти. Добрый день, мэм. Привет. Не переживай. Возможно, но ты связан. Никакая я тебе не молхуча. Я знаю тебе больно. Малвуцуль! Это была проверка, что ли? Гутен так. Мы свои. Гуэндер! Гуэндер! Это мать из Лейдест. Кто ты? Зачем ты явилась? Я. Исследователь. Лара Крофт. Они вернутся. Нужно уходить. Кто ты? Взять. Зачем ты явилась? Я. Исследователь. Ага, в принципе, чтобы она не знала, где город. Убит карта в голове. Нужно уходить. Плюс мы с вами привыкли трансляцию в видео. Ты не просто мой сын. Ты мой наследник. Ты не должен попусту рисковать. Из-за тебя эта женщина нашла нас. Ты не просто мой сын. Ты мой наследник. Будто вас там бы до стола не нашел. Храмы стараетесь так, чтобы вас с деревья не видно. Из-за тебя эта женщина нашла нас. Луины все рушатся. Но, к счастью, ты ца. Ну и что вы с нами сделаете, мэм? Если вы не из секты, как вы нас нашли? Я шла по карте из храма. Я ожидала найти руины, а... Если вы не из секты, как вы нас нашли? Я шла по карте из храма. Я ожидала найти руины, а... Зачем им нужен ваш сын? Не вас. И не все это. Мне эти люди известны под именем Тринити. Я должна им помешать. Сектанты. Зачем им нужно ваш сын? Мне эти люди известны под именем Тринити. Какой-то лариц, связанный с богиней Луны. В чем им нужно помешать? Зачем он тебе? Они ищут артефакт. Украсть? Какой-то лариц, связанный с богиней Луны. Главное, чтобы Тринити, сектанты, его не забрали. Они опасны. Зачем он тебе? Украсть? Что они сделали? Нет. Убили моего сына. Главное, чтобы Тринити, сектанты, его не забрали. Ну, попустим, мать еще, из так уж и говоря. Я покажу вам кое-что. Что они сделали? Да, у нее пушки-то, патроны, вы все забрали. Вы знаете, что это? Я покажу вам кое-что. Это Пойтити. Так. Ты сейчас здесь. Вы знаете, что это? Золотой город. Но что значит глаз? Это Пойтити. Ты сейчас здесь. Жертвы приношения. Пойдите. Тайный город. То есть, центр города. Главное, пирамиды. Ты думаешь, что твой артефакт там? Ну да. Логично. Это место смерти. Оттуда никто не возвращался. А, и впервой. А я постараюсь. Ты думаешь, что твой артефакт там? Мы были в самой заднице Китишграда. Да. Такой риск, чтобы помешать сектантам. Как я и сказал, мы были в заднице Китишграда. Это Сибирь. А я постараюсь. Вот, тепло, нормально. Дождик, да-да. Все нормально. Ведите его. Такой риск, чтобы помешать сектантам. О! Ты в порядке? Ты знаешь его? Он мой лучший друг. Ведите его. В порядке. Кто еще тебя ищет? Иона. Больше никто. Ты в порядке? Пилота сожрали. Успокойтесь. Он мой лучший друг. Ты увидишь мию серебряным глазом. Кто еще тебя ищет? Без вопросов. Больше никто. А ему будет плохо. Логично. Все правильно. Да ладно. Ты увидишь змею серебряным глазом. А они тут сами посидят. Добудь ей одежду. Если лжешь, то не скоешься. А ему будет плохо. Вернусь как-то. В смысле добыть одежду? Я не буду одеваться в вашу. Я буду ходить в своем. Добудь ей одежду. Учу. Останься с ним. А тут мило. Согласен, кстати. Да ладно. Поговорить, что ли, нельзя. А тут мило. Тихо. Это потрясающе. Да, это не золото. Это потрясающе. Ну, это определенно золотые руки. А, нет. Вон там золото. Я вижу, вижу, вижу. Вдалеке. За мной его вы не увидите. Но там реально. Я зафоткал. Найдите Унурату в районе рынка. Туника, голубой цапля. Этот костюм выполнен в цветах рода Сверхнутой Королевы. Стоп. Что значит Сверхнутой Королевы? И что тут еще есть? Дай я тебе посмотрю. Если хочешь, осмотрюсь. Когда будешь готова отправиться за ларцом Ишчей, приходи на рынок. С удовольствием. Мы стараемся не выделяться. Я бы и сам пошел. Если хочешь, осмотрюсь. Но не могу оставить свой пост, а времени мало. Это очень важно для вождя Унурату в мятежнике. Не знаю. Мы стараемся не выделяться. Что, ты еще можешь сказать? Но не могу оставить свой пост, а времени мало. Это очень важно для вождя Унурату в мятежнике. О, проявляет Иона. Спасибо, что подключился. А почему я не могу? Это типа маскировка, что ли? Здесь обязалвка? Да, но это мне не нравится. Мне не нравятся эти средневековые наряды. Я мог бы себе войти на Геральте по понятной причине. От пуль. Вот это, наверное, хорошая штука. Здесь задница дышит. Нет, давайте уж эффект Голубой Цапли. Так, давайте смотреть, что мы можем. У нас только два очка, нихрена мы не можем. Соридное зрение, инстинкт выживания дольше. Мудрость совы. Последка объектов связана с испытаниями в режиме инстинкта выживания. Объятие пумы. Финт пумы. Увести его из строя, контратак. Это, конечно, интересно, учитывая, что впереди будут бои. Большие. У меня, в принципе, нехватки ресурсов нет. Мне кажется, что это понадобится. Вот это бы мне надобно. Ладно, черт с этими редкими животными. Давайте вот это лучше возьмем. Хотя тут есть что-то. Открывать улучшение оружия следующего уровня. Давайте вот это я возьму. Таким образом я могу, в первых, прокачать луки. И выпускать сразу три стрелы в три захваченные цели. Мы такое делали в предыдущей Том Рейда. Очень удобная штука. Прямо взял, быстренько навел и отпустил. Она выстреливает во все треи, которые идут к тебе. Это очень удобно против толп врагов. Я могу переместиться, да? Я могу переместиться куда угодно, но... Не в центральную полосу. Там для меня все закрыто. Походу, меня ждет много чего веселого. Ладно, где мы сейчас находимся? Мы сейчас здесь, да? Тут находится одна пирамида. Там находится другая пирамида. Вот, кстати, давайте эту сразу помечу. А, я не могу помечить, просто сейчас перенос. Ладно, давайте по ремонтам с вами поделимся. Змейный укус. У нас же он, да, сейчас? Подожди. Ук изгнальника. По-моему, его я использовал. Да, он мне как раз-таки... Пушки у меня... Ну, они доступны, но... Я не могу их, видимо, использовать. Тут они, видимо, запрещены. Что обидно отчетесь, конечно. Так. Ну, пусть будет. Что бы, нет. С равно не ношу. Вот это. Это есть, то есть. Ладно. Давайте на этом с вами на сегодня закончим, ребят. Надеюсь, что вам понравилось сегодняшнее прохождение. Как раз-таки где-то примерно 40 плюс минут у нас уже с вами есть. Ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся на канал, Дискорд, ВК, ДНР, Телегон, ссылочка в описании. Ну, а в следующем эпизоде, а именно завтра, нас ждет золотой город. Готовим мешки. И смотрим четвертого Индиану Джонса. Учимся, как там себя вести. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...